Песня 21 Песня 21 Я напоминаю для тех, кто первый раз включился в наш эфир, не понимает о чем Песня 21. Это не политическая песня, это не экономическая, это песня не лирическая и не только сатирическая. Это песня разная, это передача, энциклопедия моей бурной жизни, грубо говоря, творческой, моя жизнь в искусстве. Так или иначе решил все спеть, все свои песни от начала до конца. До конца еще не дошел, но кое-что, конечная песня присутствует. Как обычно, с нами незаменимый наш видеооператор Елена Пинчук, правильно твою фамилию назвал? Да. Вот, не ошибся. Значит, все нормально. Ты запомнил мою фамилию. Я запомнил мою фамилию. И в общем, песня сегодняшняя какая будет исполнена. Песня называется «Жирит». Я подумал, дело к весне, тает снег, а Александра Смирнова выскочила. Привет, Сашка. Александра Смирнова посвящается. Мария Горбач. Мария, привет. Это фестиваль. Я сегодня фестиваль на футболочку. Первый фестиваль. Пилорама. Пилорама, да. Я КСП странники напялил на себя сегодня. Но уже нет. Но это, да, уже нет пилорамы. И я думаю, что песня сегодня будет уместной. Начинается растапливаться снег. Пошла весна. Скоро первые вылазки с кострами, да с гитарами. Ефим Вайнер. И тут начнется процесс, который называется по-нормальному бард-бизнес. Пойдут фестивали, пойдут жюри, пойдут первые, десятые, двадцать пятые места. Даже коты об этом говорят, что пришла весна. Котейка. Котейство. Мы в эфире. И начнутся костры всяко разные. И тогда начнутся жюри. Я делаю, как стрельный воробей. Я побывал на многих фестивалях. И на театральных. И на музыкальных. И чего и только не было. Я помню самую замечательную свою премию, которая состоялась на Думской улице. Где сейчас стоит какое-то поганое строительное сооружение. А раньше была Думская площадь. Представляете? Думская площадь, на которой можно было проводить целый фестиваль. Но потом наши питерские сволочи продали эту площадь застройщикам. И у нас этой площади нет. Дима Скляр. Дима, привет. И теперь... Я нашу школу. А там у нас была самая первая премия. Мы получили первый приз. Первый приз. Группа Аспабабай получила первый приз за песню Скакарда в голове. Так мы стали знаменитыми. С этого началось. А потом, потом наоборот все пошло. И я так или иначе написал песню, которая называется «Жюри». И хочу ее подарить молодежи. В основном молодежи. Потому что молодежь думает, ой, я пою на фестиваль. Там жюри мне дадут первый приз. Я сразу стану знаменитым. Меня везде будут приглашать. Это не так. Сразу говорю, ребята. Это не так. Потому что если вы поедете и получите первый приз, еще неизвестно, как вы его получите. Если вы получите. Вот. Неизвестно, через что пройти. Вы знаете, как в Голливуде там это проходит, да? У нас почти то же самое. Неважно. Будь то рокерский, будь то бахбусский фестиваль. В жюри иногда... Ой, Миша тебе пишет. Да, че? Ой, да. Это я. Привет, друзья. Ой, это Таня. Это наша. Таня, Александр, Дима. Ага. Но наставление какое? Значит, неизвестно, как это случится. Но получение диплома первого, десятого, двадцать пятой степени ничего не решает в вашей жизни. Вы можете получить на Голливудском фестивале первый приз. Стать лауреатом. А приехать в Петербург и не собрать зала даже в десять человек. Понимаете? Вот. Так что вы можете поехать на фестиваль, на котором займете первое место. Но вы знаете, что может оказаться, если будет театральный фестиваль, там могут сидеть люди, которые ни разу не уходили на сцену. Просто. Если вы будете выступать на рок-фестивале, там могут оказаться распиаренные личности, которые не сыграли ни одного аккорда. Но давно уже сидят в жюриах. И прямо жюри, жюри, жюри. А то, смотри, Рязанцева Марина будет с нами. Вот. Так что конкурсы это ни о чем. Это просто такая тренировка. И еще почему я эту песню пою. Это будет мое такое небольшое изменение перед молодежью, когда иногда, иногда все-таки я сам, бывает, сижу в жюри. Ну, приходится посидеть. Ну, в общем, почему? Я об этом вам открывать тайну не буду. Ну, это будет как бы извинение молодежи за то, что я чего-то журил. Но меня извиняет фестиваль «Лампушка», на котором придумал систему судейства абсолютно справедливую. Ну, я думаю, это я заболтался. Заболтался. Если это вас система заинтересует, обращайтесь к организаторам фестивалей, чтобы вам не тратиться на гостиницы, на поезда, на трансфер абсолютно никчемных уже людей. Вы меня услышали. Итак, песня жюри. Ну, что ты там мне говори, тебе неспослано жюри. Давай волнуйся, трепещи, рукой дрожащую ищи. Аккорд такой, аккорд текой. Ну, все, удачи, дорогой. Надули щеки пузыри. Высокопарные хнури. Давно не пишут, не говорят. Зато жюри, 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 жюри. И пьют на халягу, и едят. Ну, вот он, жюрик номер раз. По всем приметам педагог. Найти б я лучше рифму смог. Ну, типа, солнце светит в глаз. Сам написать ничего не смог. Зато сидит и журит вас. А вот он, жюрик номер два. Болит с похмелья голова. Ждет с нетерпением гонорар, Чтоб задушить души пожар. А ты-то громко здесь поешь. Не-не, ты точно не пройдешь. Надули щеки пузыри. Высокопарные хнури. Давно не пишут, не творят. Зато жюри, 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 Бьют на халяву, и едят. А вот жюри, 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 жюри. По всей стране спешит жюри. Она везде, она всегда. Ее все знают города. У ней широкая езда. И потому она звезда. А вот жюринок прибежал. Он год назад как ты дрожал. Теперь он грозен и велик. Богоподобен его ли? Он че-то главному шапнул. Он на тебя едва взглянул. Он посмотрел, как на плохую. Поскольку он сейчас наверху На дуле щелки, пузыри. Эти барыги, да хмыри. Давно не пишут, не творят. Вот зато жюрят, жюрят, жюрят. Бьют на халяву, и едят. Такие бурные аплодисменты. Я прямо слышу их. Вижу, что вы тут лайкали чего-то. Слушали песню 21. Спасибо за то, что вы были сегодня. Это была песня номер 39. 39. 39. 39 песня из моего репертуара. Была сегодня, так сказать, в лету брошена. Чего в мире происходит? Ну, ничего грустного. Страна переживает у нас еще Кемерово. Страшную трагедию в Кемерово. Может, это первая песня веселая, которая, так сказать, меня немножко вынимает из этой ситуации. Я желаю, опять же, молодым хорошего лета. Я желаю пожилым хорошего лета. Я желаю никому не вдохновляться от победы. От бумажек, которые вам дадут на конкурсах. На барберских, на рокерских, на театральных. Никому не огорчаться от того, что вам не дадут. Главное, друзья. Главное, любить своего зрителя. Главное, работать для своего зрителя. И ждите, что главная награда, которая у вас будет, даже не звание народный или международный артист. Главное звание. Это просто любовь вашего зрителя. Большого, маленького, международного масштаба или небольшой кухоньки. Вы работайте для него. Живите для него. Будьте с ними. С вами был... И встречайтесь с нами. 12 апреля. Чуть было не забыл. Что бы я делал без... Значит, 12 апреля я, наконец, приезжаю весь. Вот прям вот весь приезжаю. И будет долгожданная встреча со мной любимым. И не только со мной любимым, а моя встреча с вами. И моя встреча с нашими музыкантами. И со мной. С Еной Пинчук, естественно. С молодыми музыкантами, которые в группе «Зеленая волна» работают. И с пожилыми музыкантами. Это будет электрический состав. Барабаны, басы, баяны и так далее. Молодые и очень молодые. Красивые и очень красивые. Ну, конечно, самый молодой я буду там. Дальше. 14 числа. Библиотеки номер 1. Это в городе Петербурге, я говорю. Библиотеки номер 1. По улице Типаново, 29. Состоится вечерком в 16 часов. Спектакль «Маренький принц», который мы поставили к Новому году. И сейчас он такой развивается. Какой замечательный спектакль, мюзикл. Такие песни замечательные. В общем, мы вас приглашаем туда. А 19 числа в Доме детского творчества он будет показан еще. И это будет в Малом зале. Но Дом детского творчества находится на Невском проспекте. Это я со своей молодой гвардией покажу вам мюзикл, который называется «Маренький принц». Или «Слушая сердце свое». Я, кажется, все сказал. Спасибо вам, дорогие. «Песня 21» с вами. Ваш Михаил Новицкий. Культурная столица мира. Город Санкт-Петербург. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok